Перевод выполнен при поддержке переводческой компании Аватера. Ух, посмотрите на неё. Ого, невероятно длинная змея. Этот вид ведёт ночной образ жизни и обитает на деревьях. По ночам змеи ползают по деревьям и охотятся на жертв. А ещё они... Ох, вот блин. Как дела, друзья? Прямо сейчас мы на Карибском побережье Коста-Рики, где на протяжении двух недель исследуем заповедник при научном центре изучения амфибий. По ту сторону моста находится лес. Мы ходим туда каждую ночь и ищем интересных животных. На новом месте я всегда посвящаю целый вечер поиску как можно большего числа местных обитателей, чтобы показать зрителям канала. Марк сегодня за камерой. Привет. С нами также Марио. Привет, ребят. Вот он. И разумеется, наша команда за кадром. Сегодня был дождь, поэтому... Будет слякать. Да. Если все готовы, идём в лес, будем искать гадов. Ну что, Марио, готов? Всегда. Тогда идём. Направляемся прямо в джунгли. К счастью, я слышу кваканье лягушек, значит, кого-то мы точно найдём. В джунглях приходится очень долго всматриваться, потому что местные животные хорошо маскируются. Здесь ничего. Нужно медленно передвигаться, потому что под ногами могут быть ядовитые змеи. О, нашёл. Вот и первый герой. Марк. Что там? Я пока уберу фонарь. Наведи камеру на эту область и попробуй найти, кого я сейчас увидел. Посмотрим, смогут ли это обнаружить зрители. А, нашёл. Вот он. Знаешь, кто это? Это палочник. Абсолютно верно. Сейчас я его возьму. Иди сюда, малыш. Красавец. Обычно их очень трудно заметить из-за необычной внешности. Они мимикрируют подпалочки и соломинки. Невероятно. Они кусаются? Нет, что меня очень радует. Сейчас я посажу его на лицо. Палочник – одно из немногих насекомых, с которым я могу это сделать. А, он сейчас попадёт тебе в глаз. Я сделал это, чтобы продемонстрировать, как хорошо они умеют лазить. Они могут даже висеть вверх ногами. На ногах у них такие крючочки, которые позволяют им карабкаться совершенно по любой поверхности. Сейчас я заберу его и посажу обратно на дерево. Попробуем найти что-то поопаснее обыкновенного палочника. Но для первой находки неплохо. Не забывай смотреть под ноги, Марк. Да, я стараюсь следить за этим. Безумие. За две недели мы здесь видели такое количество змей. Просто делаешь шаг и обнаруживаешь, что под ногами вьётся змея. А ботропсы могут находиться под водой? Обычно они на поверхности. Они сворачиваются в клубки, так что их практически не видно. На, возьми скорей. Держу. Куда смотреть? Видишь, там, на поверхности. Поймал. Ура. Ух, ловко. Ха, захват одной рукой. Мой любимый способ. Ловить и лвых черепах. Пойдём вон туда и вернёмся на берег. Пошли. Да. Только гляньте на неё. Огрызается. Это белоротая замыкающая черепаха. Они довольно агрессивны. Посмотрим, как она кусается. Не знаю, стоит ли это делать. Отпись, что думаешь, будет больно? Думаю, должно быть больно. Проверим. Да, больно. Посмотрите на неё. Шея, как у каймановой черепахи. К счастью, кожу не повредила. За это премного благодарен. Глаза тоже почти как у каймановой черепахи. По бокам на голове, где щёки, рисунок похожий на маску. А затем идёт ярко-белый клюв и рот. Очень классный второй герой эпизода. Вы знаете, как я обожаю ловить черепах. Ну что, отпускаю? Давай. Хорошо. Здесь гигантский тарантул. Думаю, он обитает в этом дереве. Я собираюсь преградить пауку путь, чтобы он выпрыгнул из ямы, а затем постараюсь его поймать. Хорошо. Удачи. Он очень быстрый. Никак не подступиться. Что ж, идём дальше. Идите сюда. Посмотрите, он огромный. Оу, что там? Тарантул. Это просто гигантский тарантул. Что ж, мы пытались поймать одного паука, но он был поменьше. Кажется, это самец. Чёрт. Мне так хочется его взять. Но я не уверен, что это за вид. Виды пауков у себя в Аризоне я хорошо знаю, но здесь, в Коста-Рике, я боюсь рисковать и брать его в руки. Это очень необдуманно. Я его просто прижму. Хорошо? Это опасно. Осторожно, Марк. Он на твоей ноге. О боже. Тихо. Не шевелись. Я попытаюсь ещё раз. Он очень сильный. Получилось. Паук попался. Ох, теперь я его контролирую. Паук правда огромный. Сейчас я посажу его на ладонь и покажу вам. Чёрт, сразу спрыгнул. Видимо, он не настроен с нами общаться. Вон он, сидит на земле. Один из гарантированных источников кошмара в тропическом лесу. Этот гигантский мохнатый тарантул. Пойдём дальше, постараемся найти ещё кого-то. Здесь много древовидных лиан. Вот она, посмотрите. О, ты нашёл змею? Да. Это ремневидная змея. Посмотрите, как она обвила лиану. Она ядовитая? А, почти нет. У этих змей зубы в задней части челюсти. Обычно они не кусаются, на что я и надеюсь. Сейчас покажу, насколько она длинная и тонкая. В качестве защиты они выделяют мускус. Ух, посмотрите на неё. Невероятно длинная змея. Вау, просто красавица. О нет, она начала выделять мускус. Я так и знал, что этим кончится. Пытался как можно осторожнее её взять. Самое интересное, это, конечно, её глаза. Они огромные и занимают большую часть головы. Этот вид ведёт ночной образ жизни и обитает на деревьях. По ночам змеи ползают по деревьям и охотятся на жертв. А ещё они... Ох, вот блин. Чувак. Снимаете? Да. Ну, нет ничего опаснее, чем вот такая вот ситуация. Здесь даже сомнений нет. Ещё буквально несколько сантиметров я бы сел на Ботропса. Возьми её на время, Марио. Уверен, ты как биолог с этим справишься. Я осторожно уберу этого Ботропса в сторону, хорошо? Конечно. Посмотрите, эта змея не собирается нападать без угрозы. Она надеется, что если будет неподвижно сидеть тут и мимикрировать под окружающую среду, то её не заметят. И всё внимание будут уделять этой ремневидной змее. Спасибо малютке Ботропсу, что не стала меня атаковать, потому что даже такая особь могла запросто отправить меня в больницу. Я перенесу её сюда и посажу в листья, чтобы она смогла уползти. Вот так. Ух. Порой хочется благодарить Вселенную за то, что столкновение с такой опасной змеёй прошло без серьёзных последствий. Вау. Что ж, вернёмся к нашей ремневидной змее. Марио, давай её сюда. Продолжим эту остросюжетную часть со змеями. Мы остановились на её глазах. Они невероятных размеров. И занимают большую часть головы. Это нужно для того, чтобы охотиться ночью. Позволяет лучше видеть. Эти змеи предпочитают питаться мелкими ящерицами. Например, она постарается подкрасться к Анолису или Геккону. Она может вот так неподвижно замирать. Становится похожа на лозу. Если она видит, скажем, Геккона, вот тут, на листке, она подкрадывается, хватает его и съедает. Очень-очень круто. Тут у нас относительно безопасная змея. А в шаге от меня в тот же момент затаилась крайне ядовитая. Это отличный способ продемонстрировать вам некоторые виды рептилий, обитающих в этих лесах. Вернём эту змейку на дерево и будем внимательно смотреть под ноги. До скорого. Заглянем сюда. Это отличное место для насекомых и паукообразных. О, здесь скорпион. Ты посмотри. Ух ты. Большой, как для тропиков. Да, приличный. Вот что я попробую сделать. Я прижму его своим фонариком. Ты видишь его в кадре? Я буду очень аккуратен. Это никак не травмирует скорпиона, но он определённо разозлится. Есть. Похоже, это каёмчатый древесный скорпион. Очень редкий вид, который открыли совсем недавно. Интересно, что произойдёт, если я отпущу хвост. Думаешь, ужалит? Нет, вряд ли. Ну что ж, вот так. Видно, как он скрутил хвост и спрятал жало. Вау. У тебя сердце начало биться быстрее? Немного. После той встречи с Ботропсом я и так на нервах. Теперь ещё и скорпиона держу. Но всегда здорово найти какую-нибудь ползучую тварь в джунглях. Давайте посадим его обратно на эту доску и попробуем найти кого-то ещё. Готовы? Да. Вот чёрт. Нет, 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 нет. Попробуем так. Скорпион в полной безопасности ушёл. Признаться, когда кто-то сидит вот так на открытой ладони, пульс заметно становится чаще. Что ж, пойдём дальше. Давайте пойдём туда. Хорошо. Что там? Тут ядовитая змея, койот. Правда? Да. Где? Вот. Осторожно. Я только что тут прошу. Она хорошо мимикрирует. Это ещё один Ботропс? Нет, это прыгающая гадюка. Ничего себе. Посмотри на окрас. Как я мог её не заметить? Я только что переступил через это бревно. И я нарочно смотрел под ноги, но не подумал посмотреть по сторонам. Давайте снимем её отсюда. Эту змею мы обязаны показать во всей красе перед камерой. Их называют прыгающими, потому что они способны на резкие выпады. Осторожно, зажму её щипцами. Они достаточно спокойные. Вот так. Какое крепкое у неё туловище. Нужно медленно её подхватить. Всё. Я взял ситуацию в свои руки. Очень медленно спущусь. Они часто ведут себя, как водяные щитомордники. Сворачиваются в клубок и открывают белую пасть. Так, посмотрим. Она совершенно спокойна. Полная противоположность своенравного, непредсказуемого Ботропса. Я опущусь немного ниже. Так она до меня не допрыгнет, но всё равно надо быть осторожным. Я смотрю ей прямо в глаза. Определённо подсемейство ямкоголовых. Это видно не только по форме головы, но и по характерным ямкам за ноздрями. Попробую показать их. Вот они. При помощи этих ямок они распознают тепло как жертв, так и потенциальных врагов. Сейчас из-за обилия яркого света и людей, которых она всё равно не может проглотить, змея решила затаиться и вести себя спокойно. Марк, я приподниму её, и у тебя будет лучший ракурс, чтобы рассмотреть. Это самый гадкий вид из всего семейства гадюковых. Укусив жертву, они удерживают её морщица, чтобы защитить глаза, и не отпускают. Если она решит на меня напасть, мне будет очень худо. Всё равно очень круто оказаться так близко с прыгающей гадюкой. Отнесём её обратно в лес. Давай, возвращайся на своё бревно. Просто невероятно. Я хотел на минуту вернуться и показать вам это. Посмотрите, сейчас вода просто льётся по лесу. Пару дней, тут шли сильные ливни, и теперь лес ожил. Повсюду слышно кваканье лягушек, змеи выползли на охоту, и я повернусь, чтобы вам было лучше видно. Посмотрите на тропу. Вода течёт по всему лесу. И это не ручей. Да, это не ручей. Это тропа, которая проходит по лесу, и по ней течёт вода. Для нас это очень кстати. Отличное время, чтобы отправиться на поиски животных. Среда располагает, так что надеюсь, мы ещё кого-то найдём. Пойдём дальше. Там стеклянная лягушка. Сидит прямо на листе. Это она пищит. Не уверен, что звук издаёт именно она, но это точно стеклянная лягушка. Поймал. Отлично. Супер. Да. Ещё раз убедимся, что змей нет. Вроде всё в порядке. А вот и она. Посмотрите на эту малышку. Какие глаза. Знаете, на кого она похожа? На лягушонка Кермита. Этого персонажа создали под подобию именно этого вида лягушек. Их называют стеклянными, потому что у них полупрозрачная кожа, особенно на туловище. У некоторых видов. Не могу точно сказать про этот. Сейчас подержу его. Нет, у неё белая брюшка. Белая брюшка? Ну хорошо. У некоторых видов брюшка совершенно прозрачная, и можно увидеть, как внутри сокращаются органы. Лягушка просто очаровательная. Если смотреть на просвет, кожа полупрозрачная. Я даже вижу некоторые органы и сокращение сосудов. Система активной работы, что и позволяет лягушке жить. Что ж, пора отпускать. Да, давайте отпустим, и я дам ей возможность самой прыгнуть на тот же лист. Дайте свет. Поймал. О, это коралловый аспид. Да, это коралловый аспид. Она очень опасна. Совершенно точно. Коралловый. Да, я абсолютно в этом уверен. Его укуса нужно остерегаться. В отличие от гадюк, у них клыки не втягиваются. У них маленькие и неподвижные, но очень ядовитые зубы. Марк, давай я придавлю голову. Так проще контролировать. Уверен в этом. Боже мой. Поскольку змея сильно изворачивалась, лучшим способом продемонстрировать ее было просто взять ее руками. Это огромный коралловый аспид. Самый крупный на твоей практике? Да. Они невероятно быстрые, очень сильные, а их яд крайне опасен. Укус этой змеи так же опасен, как и укус того ботропса, что мы видели. Поверить не могу, как много змей сегодня выползло на поверхность. Этот аспид начал слегка выделять мускус. Он был очень напуган, когда мы подошли к нему и активно двигался, но я осторожно зажал его щипцами для змей. Сейчас я крепко держу его за голову. Аккуратно, но крепко, как видите. Вы посмотрите, как переливаются чешуйки. Видно через камеру? Да, змея невероятно красивая, очень впечатляет. Яркая окраска этой змеи апосематическая. Я часто использую этот термин в отношении ядовитых лягушек. Такая окраска у любого существа предупреждает о его опасности. В этом случае мы имеем дело с ядовитой змеей. После одного укуса этой змеи мне бы пришлось вызывать скорую. Большинство змей, которые нам встречались в Коста-Рике, гадюковые, но этот вид относится к аспидам. Кобры тоже из этого семейства, и у них очень опасный яд. Ох, змеи сегодня явно короли ночи. Сначала я чуть не сел на Ботропса, потом, разумеется, была прыгающая гадюка, а теперь коралловый аспид. Я буду рад отправить эту змею обратно в джунгли. Я Койот Питерсон. Ничего не бойтесь. Оставайтесь дикими. До встречи на следующих приключениях. Друзья, если вам понравился данный эпизод, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы не пропускать новых приключений с Койотом Питерсоном. Субтитры сделал DimaTorzok